Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Каждый день я и мои коллеги рассказываем вам о главных происшествиях области и города. В студии Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. Охота на наркодилеров продолжается. Продавца смерти взяли с поличным. Война есть война, которую тем более в настоящее время не любят вспоминать, тем более афганцев. Чтим и помним, в Калининграде почтили память погибшим воинам-афганцам. Внимание, розыск, полиция ищет свидетелей аварий. Могли погибнуть спасатели, эвакуировали рыбаков на мопедах. Охота на наркодилеров продолжается. В Калининграде задержали продавца смерти с 12 граммами героина. Его взяли прямо в момент сделки. Подробнее в первом материале выпуска. Более 11,5 граммов наркотика 46-летний калининградец купил 21 ноября. А на следующий день около дома на улице Невского он уже продал первые 5 доз. Почти за грамм героина он взял у Калининградки около 2000 рублей. На этом сделки наркодилера не закончились. 23 ноября у ресторана «Харбин» на улице Невского наркоторговцы содержали сотрудники транспортной полиции. В районном отделе у него изъяли оставшиеся героин 255 доз. Характер расфасовки наркотиков подтвердил. Калининградец незаконно хранил героин с целью незаконного сбыта. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинградский суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 15 февраля по всей России и бывшим странам СНГ отмечается День памяти воинам-афганцам. В этот день 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата была установлена в 2011 году. Чтобы напомнить об этом событии, а также почтить память о более 14 тысяч советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. Подробнее в следующем сюжете. Многие историки и аналитики называют эту войну самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. В январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан и присутствие советов было названо агрессией. Но, как известно, в Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась. Солдаты и офицеров называли нейтральным словом, интернационалисты, умалчивая истинную роль участников военной кампании. Спустя почти 30 лет этот день все же не забывают. Калининградская организация ветеранов каждый год собирается почтить память погибшим солдатам. Ее председатель Виктор Николаевич Бурдин сам дважды воевал в Афганистане. Вспоминать то время не любит. Воспоминания всегда не очень приятные. Второе, сейчас уже такое время, что война есть война, которую тем более в настоящее время не любят вспоминать, тем более афганцев. И часто нам говорят, мы вас туда не посылали, что вы там делали. Ну, с одной стороны, может, это и правильно, а с другой стороны, память о том, что мы там были, она есть. Вот уже будет скоро 20 лет выводов. На его груди больше 20 медалей. В одной из операций он получил боевое ранение. Но главное осталось в живых. Сейчас таких, как Виктор Николаевич, больше тысячи в Калининградской области. Многие из них пришли на возложение цветов в памяти погибшим. А для того, чтобы этот день запомнился не только как день скорби, местный стекладов Юрий Ленчин продемонстрировал свою коллекцию и показал, как создаются его шедевры. Татьяна Караханова, Дмитрий Сметанин. Специально для Места происшествия. А теперь пришло время нашей постоянной рубрики розыск. В Калининграде полиция разыскивает очевидцев духа аварии на улице Черняховского и на улице Леонова. В обоих случаях пострадали женщины. Одно из ДТП произошло 27 сентября в Калининграде на улице Черняховского. В 18.40 Митсуписи Голланд наехал на женщину-пешехода. Она переходила дорогу по зебре, в итоге получила травмы, а водитель скрылся с места аварии. Второй инцидент произошел на перекрестке улиц Карла Маркса и Ксманафта Леонова. 22 января около 11 часов Volkswagen Tiguan наехал на пешехода. Им оказалось тоже женщина, она получила многочисленные травмы, ее госпитализировали. Очевидцев этих ДТП просят позвонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Лед как трасса. Вопреки предупреждениям спасателей МЧС, рыбаки-любители продолжают выходить на лед, причем на транспортных средствах. Сотрудники МЧС накануне отыскали на льду залива двух рыболовов на мопедах. Мужчинам чудом удалось остаться в живых. Сообщение с мобильного телефона поступило к спасателям в полночь от самих горя рыбаков. Оказалось, накануне они вышли на лед в районе Мамонова на мопедах и заблудились в темноте. Сотрудники МЧС обнаружили их в пяти километрах юго-западнее Светлого. По счастливой случайности они не дошли до Калининградского морского канала, в котором лед взломан проходящими кораблями. В этом случае заблудившиеся вряд ли бы остались в живых. Напомним, в Калининградском заливе в районе мыса Северный в начале февраля погиб 23-летний житель Мамонова. Он провалился под лед на мотоцикле. И это все на сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия или сами попали в беду, звоните в нашу редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамэл.ру Также все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем обновленном сайте www.3w1городской.ру С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова